Заложниками застройщика оказались жители незданного дома на улице Вятской. Дом номер 9 должны были сдать еще в январе, но так и не сдают, хотя дом готов. Эта ситуация обсуждалась сегодня на комиссии по делам обманутых дольщиков. Ситуация очень сложная. Изначально, еще в 2014 году, заключение экспертизы, положительное заключение экспертизы, было выдано на строительство трех домов и одного многоуровневого паркинга, который бы решил проблему с парковками для этих новых домов, построенных очень плотно. Два первых дома застройщик сдал, построил третий и хочет сдать и его. А вот обещанную парковку застройщик даже и не начинал. И вот из-за этого жилой комплекс и не могут принять. Вот на этом вот месте должен быть многоуровневый паркинг, четырехуровневый. Собственно, вот территория непонятно какая. Застройщик вроде как не отказывается строить паркинг, но у него сейчас нет средств. Деньги заложены в доме, квартиру он сейчас продавать не может. Он очень мутно себя, конечно, ведет застройщик. Вот. Ну, надеется на то, что тоже дом примут в эксплуатацию. Если застройщик виноват, значит заставить его нужно построить парковку, чтобы он сдал объект. Иначе мы будем в смарт-сити номер два. Зимой отключат электричество и дом посыпется. Все. 122 паркинги жильцам предыдущих домов вы обязаны были обеспечить. Мы на благоустройстве эти 120 отопочных мест, у нас они строятся. Сегодня я не помню. Вы помните, у вас был выдан строительный план замену участкового, на котором находилось... Не было этих решений по временной парковке этого первого. Их до сих пор нет ни в проектной документации, ни в документации территориального планета. Объясняю. По настоянию инспекции нам был заключен договор на время парковочного места на период строительства основного парковка. В этом году? Да. Который вы пробовали заключить, но... Мы его предоставили, мы его заключили. Мы его заключили, но перед собой проверкой нам объяснили, что город по этой парковке, по этой площади, расторг с владельцем договор. Свободные площади в данном жилом доме позволяют построить как парковку, так и устранить все нарушения, которые выявлены инспекцией гостроинадзора для ввода этого объекта эксплуатации. Проблемы, накопившиеся, долго обсуждали, но была виновата администрация. Разрешение выдавлено... Да, Кондрашево, в частности. Было разделено одно разрешение на два. Собственно, мы из-за этого страдаем. Люди въедут тогда, когда застройщик устранит нарушения, которые были выявлены в ходе приемки данного объекта, и которые не позволяют его эксплуатировать с одним надлежащим образом. Надеемся, что это возможно будет сделать в ближайшие 2-4 месяца. Если зеленый свет и подрядчик, застройщик нас сегодня не услышат, сегодня уже Министерство имущественных отношений подало иск о банкротстве данного застройщика. Если это действительно пойдет, то администрация найдет нового застройщика, и тогда будут строить, сказали в кратчайшие сроки. Реально в течение двух месяцев выйти на процедуру банкротства, по сути дела, те же сроки. 4-6 месяцев данный объект может быть полностью завершен строительством.